Карина живёт в среднестатистической семье в небольшом городе недалеко от Санкт-Петербурга. В детстве она была излюбленным ребёнком, как это обычно бывает в полных семьях. Но и этому пришёл конец, когда родители девочки неожиданно для неё самой развелись и решили жить по отдельности. Карина всем сердцем желала остаться со своим отцом, так как именно он, по её мнению, больше всех любил и понимал её. Их отношения – пример для всех. Карина в детстве всегда ждала отца с работы и скорее бежала к двери, как только услышит, что та открывается. Она бросалась к своему отцу Константину на шею, и они могли простоять так в прихожей около 10 минут. Причина развода родителей Карины не так прозаична, как её отношения с отцом. Они решили расстаться, потому что перестали любить друг друга. Так думала Карина первое время, но легче ей от этого не было. Она винила во всём свою мать Виолетту. У них были очень сложные отношения. Особенно они обострились сейчас, в подростковом возрасте Карины. Они часто ругались и затевали скандал не из-за чего. В принципе, в детстве была практически та же ситуация, и с возрастом их отношения только ухудшались. Потом оказалось, что у отца до развода с матерью Карины появилась другая женщина, которая впоследствии забеременела от Константина. И сейчас у него другая семья, в которой, по-видимому, он абсолютно счастлив. Карина постоянно видит фотографии, которые выставляет молодая жена его отца в социальных сетях. На самом деле, девушка даже немного завидует им, особенно своей сводной сестре, из-за того, что теперь всё внимание достается ей. Сама Карина учится в школе неплохо, но она считает, что, скорее всего, знания, которые она получает в школе, ей не понадобятся. Девушка хочет связать свою жизнь полностью с танцами. Она обожает ходить на танцы, стоять за кулисами в ожидании своего выступления и парить на сцене. Её хвалит хореограф, обещает Карине светлое будущее, и она сама верит в него. В жизни Карины есть ещё одна неприятность – это её отчим Андрей. Вот это настоящая заноза в её жизни. Он познакомился с Виолеттой спустя год после того, как из семьи ушёл Константин. Виолетта очень любила Андрея, хотя он был моложе её примерно на пять лет. По её мнению, все вокруг плохие, только Андрей всегда хороший. Но на самом деле всё было не совсем так. Только перед окружающими этот человек казался милым и пушистым. Карина никак не могла понять, чем такой мужчина, как Андрей, смог заинтересовать её мать. Он молодой, без высшего образования и, как недавно оказалось, даже безработный. Это был первый случай, когда Виолетта не поверила своей дочери. Началось всё с обычного утра, когда все только проснулись и спешили по своим делам. «Андрюша, скорее вставай! Тебе же скоро на работу!» – кричала на весь дом мама Карины. Андрей любил поспать подольше и часто опаздывал из-за этого на свою работу. Карина уже давно встала и вовсю доедала свой завтрак, параллельно сидя за телефоном и проверяя социальные сети. Сегодня был выходной, но зато были занятия по танцам, которые Карина точно пропустить не могла. Андрей к этому времени всё же соизволил проснуться и пошёл умываться. Чтобы лишний раз не пересекаться с нелюбимым отчимом, Карина стала быстрее доедать кашу, попрощалась с мамой, схватила сумку и скорее побежала на занятия. Оставалось всего 30 минут, а ей нужно было ещё зайти за своей подругой и дойти до здания своего танцевального ансамбля. По дороге она думала о том, как странно всё-таки складываются обстоятельства. Андрей ни разу не рассказывал о своей работе. Карина знала лишь только то, что он менеджер в каком-то местном банке, работающий с клиентами. И это всё. Карина со своей подругой Алиной сильно задерживались из-за того, что Алина долго собиралась. По дороге Карина сильно ругала подругу за это, но неожиданно запнулась. В окне недорогого кафе Аэлита, которое девушка часто посещала с друзьями, за дальним столиком девушка заметила отчима, держащего за руки какую-то незнакомую девушку. Это так странно. Он же должен быть на работе. Алина дёрнула свою подругу за руку, тем самым выведя Карину из омута грустных мыслей. «Как же мама расстроится, когда узнает, что её любимый Андрюшенька развлекается в компании какой-то размалёванной фифы», – думала Карина. После она очень пожалела, что не засняла эту пару на камеру, потому что дальше случилось ужасное. В тот же день после занятий по танцам Карина дошла до банка, в котором должен работать её отчим. «Извините, можете сказать, пожалуйста, у Андрея Хохлова сегодня выходной или нет?» Подобрав вопрос получше, спросила юная особа у девушки на входе. «Простите, но нет, мужчина с таким именем у нас не работает. Может, вы ошиблись банком?» Улыбаясь, спрашивала приветливая работница. «Я точно не ошиблась», – хитро ответила Карина. Всё отлично складывалось. Карина никогда не любила своего отчима. Он был лицемерным человеком, часто грубил и обзывал Карину, из-за чего они постоянно ругались. Но до этого Валентина никогда не вмешивалась в их ссоры. Карина решила рассказать обо всём своей матери о том, что Андрей обманывает её. Скорее дойдя до дома, Карина прошла на кухню и совсем победоносным видом уставилась на Андрея. «Мама, Андрей нигде не работает. Я видела его сегодня у нас в Аэлите. Он сидел с какой-то красивой брюнеткой, держал её за руки, они шептались о чём-то», – быстро сказала Карина. «Это правда, Андрюша?» – с непонимающим видом спрашивала Виолетта. «О чём это ты?» «Я не понимаю. Ты же знаешь, как много я работаю даже без обеда, Виолетта». «Не ври», – перебила того Карина. «Мама, я ходила в банк, мне там сказали, что человек с этим именем у них не работает». Виолетта всё так же непонимающе глядела на Андрея и ждала оправданий, и он ей их выдал. «Конечно, я не состою в штате официально, иначе я не смогу получать пособие по безработице. Виолетта, я же говорил, что мой дядя устроил меня на работу в банк, поэтому тебе и не смогли сказать, что я там работаю, Карина. И ни в каком кафе я сегодня не был. «Ты ошиблась, наверное, или даже придумала какую-то глупую историю, чтобы подставить меня перед своей матерью?» «Виолетта, я же всегда говорил тебе, что твоя дочь никогда меня не примет. Может, мне уйти?» Карина поражалась тому, как сильно отчим мог влиять на её мать. Он виртуозно манипулировал ею, как будто дёргал за верёвочки и велел делать только то, что скажет он. Карина до последнего момента надеялась, что её мать поверит только своей дочери. Но этого не случилось. Видимо, она слишком сильно любила этого Андрея. Виолетта с грустным взглядом посмотрела на свою дочь. «Как же мне это уже надоело, Карина. Сколько я должна это терпеть? Я знаю, что тебе не нравится Андрей, но ты должна принять, что и я имею право на любовь. Ты же общаешься со своим отцом, хотя он променял нас на другую семью. Ты настоящая эгоистка, дочь. И я хочу, чтобы ты извинилась перед Андреем». В тот день Карине всё же пришлось позорно принять своё поражение и извиниться перед отчимом. Тот стоял с таким видом, будто выиграл войну. Но это была только битва. С того дня Карина возненавидела этого мужчину и всем своим нутром желала не видеть его больше никогда. Сам Андрей, в свою очередь, стал наглеть. Видимо, он почувствовал, что может позволить в этом доме себе всё, и ему ничего не будет, ведь ему верит Виолетта. Но иногда его поведение переходило все границы. Виолетта работала фельдшером иногда и в ночные смены. Сегодня как раз был тот самый день. Карина сидела в своей комнате и читала очередной роман. Ещё одной страстью девушки было чтение. Она любила погружаться в воображаемый мир, где всё могло быть так, как захочет она. Всё хорошо. Её занятие прервал звук, открывающийся в комнату двери. До этого Карина не боялась оставаться в квартире с отчимом. Но сейчас ей стало как-то не по себе, так как девушка почувствовала неприятный запах алкоголя. «Чем занимаешься?» Аккуратно начал Андрей. Мужчина был сильно пьяный, еле стоял на ногах. «А ты не видишь или ослеп?» – скучно ответила Карина. «Что тебе надо? Зачем пришёл?» Андрей стал надвигаться ближе и присел на кровати. «Мне очень нужны деньги. Я знаю, тебе мать даёт. Дай хоть чуть-чуть опохмелиться на завтра, а то сейчас перестанут продавать», – просил он. «А на работе зарплату тебе уже не дают, да? Как жалко». «Вали отсюда, денег не дам», – с неприязнью отвечала девушка. «Ах ты тварь! Я, значит, живу с твоей матерью, старуха, и ещё должен терпеть твои выходки?» «А не избить ли мне тебя в воспитательных целях, доченька?» «А ну-ка, иди сюда!» Андрей уже было хотел схватить свою падчерицу за руку, как та молниеносно успела увернуться от неадекватного мужчины. Но и Андрей был достаточно ловок, он сумел быстро подняться и замахнуться на Карину. Та очень испугалась и закричала, но всё же сумела опять увернуться от удара. И рука отчима полетела на рабочий стол девушки. От больного удара мужчина закричал и сел на пол, чтобы оправиться. Карина же скорее схватила телефон, сумку, наспех нацепила куртку и выбежала из квартиры. Позвонив своей подруге Алине, она попросилась переночевать у неё. Девушка была очень напугана, она решила рассказать всё матери, как только та вернётся с ночного дежурства. Подруга Карину встретила радушно, родителей Алины дома не было, те часто мотались по командировкам, так что девушки могли спать спокойно. На утро Карина решила, что ей скорее нужно идти домой, потому что Виолетта должна была вернуться домой ещё в 6 утра. По дороге домой Карине поступали многочисленные звонки от матери. Как оказалось, Андрей успел придумать историю для Виолетты. Мол, её дочка неожиданно, не спрашивая его, ушла из дома. Мать Карины так испугалась, что названивала дочке несколько десятков раз. Карина же решила пока не отвечать на её звонки. Она захотела рассказать всё матери при личной встрече. Она уже предвкушала тот случай, когда Виолетта выгонит Андрея. Как только Карина вошла в квартиру, Виолетта сразу же накинулась на дочь с расспросами. «Кариночка, так разве можно? Ты могла позвонить мне или сказать Андрею о том, что хочешь переночевать у подруги. Что такое случилось? Почему ты ушла? Я тебя спрашиваю». Допытывалась до неё Виолетта. «Мама, твой любимый Андрей чуть не избил меня. Он пришёл ко мне в комнату ночью пьяный и стал просить денег. Я не дала, и он замахнулся на меня. Это правда. Поэтому я ушла ночевать к Алине». Кричала Карина, чтобы хоть сейчас мать поверила ей. «Но Андрей сказал, что лёг спать». Посмотрела Виолетта на своего возлюбленного. «Это опять твои проделки, верно? Ну, когда ты перестанешь винить его во всём, что происходит вокруг тебя? Ты скажешь мне, почему ушла из дома?» Карина в шоке отвечала своей матери. «Мама, ты что же опять не веришь мне? Может быть, мне всё-таки надо было ему дать себя ударить, чтобы только доказать тебе его вину? Да понюхай, от него алкоголем за километр ведь несёт. Я отсюда чувствую». «Андрей может позволить выпить себе, что в этом такого? Он же содержит нашу семью». «Ничего не хочу слышать, ты наказана. Больше в этом месяце из дома, кроме учёбы, никуда не выйдешь. И на танцы свои больше не пойдёшь. Никогда». Карина была потеряна. Она не знала, что делать в этой безысходной ситуации. На глазах стали наворачиваться слёзы. Девушка со всей силой захлопнула дверь перед матерью и ненавистным отчимом и помчалась вон из своего дома. Она не знала, куда идти дальше, но точно знала, что не может оставаться в родном доме, где ей никто не верит. К Алине идти тоже не вариант, так как родители подруги Карины должны были вернуться уже сегодня днём. Если Карина заявится туда, то родители Алины позвонят Виолетте и расскажут о местонахождении её дочери. Оставалось только одно. Карина достала телефон и начала набирать номер. «Папа, слушай, у меня тут такая ситуация...» Начала была Карина, но Константин перебил свою дочь. «Моя маленькая, слушай, я сейчас не могу говорить. Я с семьёй на отдыхе. Сейчас неудобно разговаривать и связь прерывается. Давай я как прилечу, позвоню. Всё, давай, до звонка, целую». И связь прервалась. Карина давно знала, что отец променял её на другую семью и на другую дочь, но чтобы до такой степени этого не могло быть. «Девушке теперь некуда идти». Она решила просто бродить по городу. Время было пока ещё дневное. А переночевать можно и на вокзале. Единственное, на улице январь, и долго бродить не получится. По крайней мере, ночью все центры и кафе закрываются. Она выключила телефон и пошла бродить по улицам заледенелого города. Наверняка в течение дня на смартфон Карины поступало сотня звонков от её матери, родных и близких друзей. Однако сейчас Карина не хотела ни с кем разговаривать. Время близилось к ночи. Все торговые центры закрывались. Карина заходила погреться только раза два. Один раз заходила в пекарню, чтобы взять на последние карманные деньги что-нибудь перекусить. Так она дошла до городского вокзала, где собиралась переночевать. Девушке ещё никогда не приходилось ночевать в подобных местах, но поделать было нечего. Присев на одно из свободных мест, Карина оглянулась. Она находилась ночью на краю города, собираясь ночевать на вокзале. Карина недоумевала, как с ней могло такое произойти. Вокруг было ещё несколько людей, которые, скорее всего, ждали своего поезда или же тоже ночевали здесь. Думая обо всей сегодняшней ситуации, Карина начала потихоньку засыпать. Неожиданно она дёрнулась, когда заметила невесомое прикосновение к своей сумке. Карина резко открыла глаза и вскочила со своего места. Перед ней стояло двое мужчин лет 20-25 в капюшонах. Она сильно испугалась и даже не могла двинуться с места. В руках хулиганов была сумка девушки, в которой лежал дорогущий телефон, купленный только в этом году. Пока Карина стояла в ступоре, мужчины быстро убежали в сторону выхода. Девушка оглянулась и поняла, что помогать ей никто не собирался. Ей пришлось бежать за грабителями самой, чтобы спасти сумку с телефоном. Она бежала и не думала, насколько опасно для неё обернуться её действия. Бандиты выбежали на улицу и остановились у боковой стены здания вокзала. Карина притормозила и поняла, что вокруг никого не было. «Что же я наделала? Сейчас эти двое убьют меня как свидетеля», – думала она. Грабители же, посмеявшись, стали подходить к бедной девочке. «Тебя как зовут, красавица? Если уж увязалась за нами, то пойдём с нами. Хорошо проведём время», – похабно говорили бандиты. Карина же только мотала головой и хотела было убежать, как бандиты добежали до неё и схватили за руки, потащив в сторону небольшого автомобиля. «Я не хочу! Пустите меня! Помогите!» – кричала Карина на всю улицу, надеясь, что хоть кто-то придёт к ней на помощь. Мужчины же продолжали смеяться. Неожиданно со спины к ним подошли какие-то мужчины. Они стали отталкивать мужчин от Карины и избивать их. Девушка же, не в силах более находиться в сознании, упала на землю и потеряла сознание от страха. Карина стала приходить в себя. Она чувствовала, как ей тепло и уютно лежалось. Ей не хотелось открывать глаза, но неожиданно она начала вспоминать события вчерашнего дня. «Где я нахожусь и что со мной сделали? Как же болит голова!» – подумала про себя Карина. Девушка, боясь, стала открывать глаза. Привстав с кровати, Карина оглянулась и обнаружила, что находится в белоснежной, хорошо обустроенной комнате. Кровать была большая, обитая кожей. Напротив висела огромная плазма, а в углу стояла, по-видимому, дорогая древнегреческая скульптура. «Уже проснулась?» – спросил вошедший взрослый мужчина. «Где я? Кто вы такой?» – побаиваясь незнакомца, спросила Карина. «Меня зовут Артём Сергеевич, можно просто Артём. Ты в доме хозяина моей мамы. Она работает здесь домработницей. Хозяева пока уехали, так что я привёз тебя сюда. У нас в квартире места нет». Карина продолжала непонятно глядеть на Артёма. «Ты не помнишь ничего? Вчера на вокзале двое отморозков пытались тебя усадить в автомобиль. Мы с другом, хозяином этого дома, проходили мимо, хотели тебе помочь. Может, расскажешь, что с тобой случилось?» Карина молчала около минуты, пытаясь уложить у себя в голове всё произнесённое Артёмом. Но она всё же решилась ему довериться, почувствовав, что он сможет её понять. Карина представилась и рассказала всё о своей матери, отчиме и побеге. «Она мне никогда не верит. Даже когда я сказала ей, что Андрей ни в каком местном банке не работает», грустно проговорила Карина. «Ты очень напоминаешь мне мою дочь. Я бы хотел тебе помочь», – начал Артём, но его перебила Карина. «Мне не нужна ничья помощь. Я хочу уйти. Где здесь выход?» Артём показал девушке, откуда она могла пройти на улицу. Оказалось, что дом, в котором работала домработница и мама нового знакомого Карины, очень большой и дорогой. Но как можно приводить незнакомцев в чужой дом? Она не понимала. Карина не собиралась возвращаться домой. Она позвонила своей подруге Алине и позвала ту на встречу в кафе, чтобы попросить совета. Уже в кафе они смогли спокойно обо всём поговорить. Алина даже, как хорошая подруга, предложила оплатить для Карины завтрак. А она и не думала отказаться, так как очень проголодалась за столько время. Алина советовала своей подруге поскорее вернуться домой. Карина и не думала соглашаться. Подруги затеяли спор на эту тему, но внезапно его прервала Карина, которая увидела очень знакомое лицо. Она узнала этого мужчину. Это был друг Артёма, который вчера спас её от грабителей. Его лицо девушка успела хорошо запомнить. «Алин, мне идти нужно. Я потом позвоню». Спешила Карина попрощаться с подругой. Она выбежала на улицу и подбежала к мужчине, которого видела вчера. Тот уже собирался садиться в машину, как к нему подбежала Карина. «Здравствуйте. Вы помните меня? Я хотела поблагодарить вас за вчерашнее. Вы же меня спасли». «У меня не получилось поблагодарить вашего друга Артёма, но я поблагодарю вас», — говорила Карина мужчине. «Помню я тебя. Но Артём Сергеевич не друг мне. Не нужно так говорить. Я работаю у него водителем. Он вчера просил меня отвезти тебя к нему в дом. С тобой всё хорошо?» На последний вопрос Карина не ответила. Она не понимала, почему Артём Сергеевич обманул её. Девушке уже порядком поднадоело то, что все вокруг обманывают её и не доверяют. Всё это Карина решила высказать в лицо своему новому знакомому. Как раз во дворе дома своего вчерашнего спасителя она столкнулась с мужчиной. «Почему вы обманули меня? Я же доверилась вам», — недоумевала она. «Я же сказал, что хочу помочь тебе, но чтобы ты доверилась мне, я не стал говорить, что этот дом мой. Слушай, доверься мне сейчас снова. Я придумал, как тебе помочь». На следующий день Карину домой привёз Артём. Он сказал, что нашёл девочку и решил помочь той. Благодаря этому Виолетта сразу же прониклась доверием к мужчине. Он заявил, что является главой банка, в котором будто работает Андрей. И, как оказалось, никакой Андрей Хохлов у него никогда не работал. В тот же день Виолетта выгнала Андрея из дома с вещами на улицу. Она ещё неделю со слезами на глазах извинялась перед своей дочерью. Карина же, в свою очередь, приняла извинения матери. Они слишком сильно любят друг друга. Артём Сергеевич, можно сказать, привязался к Карине, как к родной дочери и даже познакомил её со своей дочкой Аминой, которая тоже занималась танцами. Спустя год он устроил девочек в танцевальный пансионат с совместным проживанием. Теперь девочки стали учиться вместе. А Карина теперь знает, что даже когда в жизни всё рушится, не нужно отчаиваться. Нужно начинать думать о том, что построить на освободившемся месте и как всё исправить.